5 апреля прекрасный денек ведь речка северский донец она берет начало аж где-то белородской области о кисюня кис-кис-кис-кис кис-кис-кис кисюнька ой кисюнечка ну пойдем сюда пойдем сюда так что не беспокойтесь кися 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 это интересно харе харе скажи харе тут это кормить соловья баснями дайте мне покушать вот так что едят да хорошо и хвостик молодцы молодцы здоровый образ жизни в него люди вкладывают разные понятия лично для меня здоровый образ жизни складывается из работы над сознанием работы с движениями чтобы все циркулировало питание и наконец-таки распорядок дня манипулируя вот этими четырьмя составляющими можно сделать организм человека как здоровым так и больным что касается медицины я совсем недавно слушал под здоровым образом жизни она примерно подразумевает это прививки населению заранее сделаем прививки чтобы они там не болели и второе это прохождение диспансера то есть во время обнаружить какую-либо болезнь вот все что остальное как-то какой-то конечно мере их интересует но больше всего именно вот эти две вещи прививки заранее и прохождение медосмотров регулярные что касается всемирной организации здравоохранения то примерно она когда там сравнивала различные методы там лечения оздоровления поддержания здоровья то был сделан вывод что примерно где-то 60-70 процентов вклад в здоровье человека вносит это здоровый образ жизни а потом остальное там быт медицинское там обслуживание и все там такое то есть вроде как где-то более-менее все ясно и понятно но будем говорить а с чего бы вот начать этот образ жизни разные понимают люди это по-своему они там поиграть там в теннис регулярно другие походить в спортзал покачаться но дело там хорошее третье еще какие-то там моржевание дыхание и прочее там подразумевает медитация но что показывает практика обратимся к истории вот когда начались эпидемии в европе это средние века чума холера оспа значит все это возникло из-за того что в средневековых городах была огромна антисанитария то есть все выливалось на улицу в результате такой антисанитарии возникли вот эти вот эпидемии которые косили людей направо и налево так городами целыми естественно народ как-то боролся там вот в то время были придуманы эти прививки что вот якобы это это в какой-то мере помогает но как показала практика борьба с инфекциями была выиграна тогда когда условия жизни людей были улучшены то есть исчезла это антисанитария народ стал жить чище регулярно мыться вот и это привело к тому что это как-то так и скатилось ну вот ну вот 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 как бы сказать задумка о том что можно сделать вакцину и практически от всех болезней отсталось хорошо конечно если бы сделали вакцину от глупости и от бедности вот это две вещи такие надо вакцинировать но увы таких вакцин нет ладно что показывает сейчас современный мир современный мир показывает то что таких каких-то инфекционных заболеваний чтоб типа эпидемии косили явное чтоб люди умирали такого нету но зато гораздо шире распространены какая-то какая-то будем говорить болезненность всего населения население стало почему-то вот болеть больше чем чем раньше вот в целом она какой-то хилая стала с чем это связано с чем это связано приводятся различные доводы и кстати я вам посоветую смотреть канал РЕН-ТВ там такая передача есть про разного рода тайны и вот где-то в понедельник вот в этот вот была интересная передача про ГМО то есть решили как знаете вот все сделаем там какие-то растения более плодовитыми сделаем более вкусными сделаем значит форму арбузов не круглую а квадратную вот 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 эти все улучшения вроде бы они с одной стороны такие хорошие разумные где-то но с другой стороны особенно генно модифицированные продукты подразумевается что что-то с чем-то там мешается чтобы придать вот этому продукту какие-то качества и эти качества как я вам говорил передаются уже в организм человека а именно что было там сделано было сделано вот это вот генно модифицированная пшеница которая не дает потомство то есть ее вот где-то там вырастили фирма только мы ее выращиваем отдали фермерам они собрали с нее урожай и если оставят зерно и попробуют из него вырастет новый урожай она не дает потомство всходом надо опять у этих значит фирмы закупать это зерно и вот вот такая вот канитель так вот прошло примерно сколько там лет десять-двадцать уже в начале когда вот все это говорили да это там хорошо там пшеница допустим не болеет она там еще как-то там отличается различными такими полезными качествами но вот потихонечку прошло время и стали так сказать появляться такие показатели как население людское перестало плодиться то есть те качества неплодные которые заложены в зерне из которого производятся продукты питания а основной это хлеб и прочее прочее там хлебобулочные изделия которых население потребляет больше всего они так повлияли на население той же Европы что она перестала плодиться а вот где нет генномодифицированных продуктов там пожалуйста там совсем иное то есть видишь видишь что вдобавок вот эти вот скрещивания там в гене будем говорить с различными там какими-то там другими генами они начали влиять так что тела стали прорастать разного рода грибками то есть откуда обилие такое обилие онкологии которые выходят уже там на одно из первых мест вышло то есть сердечно-сосудистые заболевания потом там еще какие-то и онкология где-то то есть это из-за того что вот эти вот продукты способствуют тому что на них когда мы их потребляем размножаются разного рода паразиты и вот это вот все из вроде бы и качество жизни стало лучше вроде как живем несколько там почище а что касается здоровья нету ну там говорят разные причины якобы уменьшить население надо или еще там что-нибудь там надо там сделать но факт остался таким что уменьшилась рождаемость существенно зато количество уродцев рождаемых у людей возросло в десять раз как вам это то есть здесь надо конечно принимать совсем иные меры на общечеловеческом уровне и вот тут как бы сказать мы поговорили об образе жизни а вот вроде бы все правильно вроде бы там спорт вроде бы закаливание вроде бы все это а конкретно а с чего же начинать и вот вот пришло интересно такое письмо уже от посетительницы канала которая пишет я вам его прочитаю так петрович спасибо смотрю ваши ролики они меня вдохновляют вы для меня друг уже с 23 лет я все ваши книги перечитала и практиковала чистку и с успехом но был период когда я переехала и не так стабильно занималась собой а книги остались в прошлом месте жительства и раз вы предложили выслать я счастлива спасибо что вы все делаете правильно мне нравится что вы просто искренне и честны и честны со своими читателями так спасибо за противопаразитарку я как-то я как-то раньше не практиковала керосин а теперь пью с 1 апреля через месяц сделаю УЗИ и там отпишусь о результатах если можно у меня анемия 72 гемоглобин миомы 3 было киста на яичниках множество падала в обморок уже на улице от потери крови и анемии сильной то есть вот смотрите миомы и кисты это уже говорит о том что в организме присутствуют паразиты и плюс это все дополняется анемией то есть они высасывают эту женщину заживо и плюс киста что такое какая-то полость которая возникла в наших органах ни с того ни с чего первой причиной как правило является паразит которого организм пытается капсулировать образуя вот эту как раз и кисту а миомы тоже в миоме там он развивается и пошло-пошло поехало так мне 45 лет предлагали операцию но я решила голодать голодала на сухом 3 дня потом 3 дня на урине сделала УЗИ но не все ушло осталось следами кисты прошли видите как здорово сухое голодание повлияло создав среду в котором вот эта вот дрянь особо не может размножаться так и вдруг я стала слушать ваш канал и услышала про керосин заказала вот настойку на орехах жду а пока пью просто керосин по одной чайной ложке три раза в день на голодный желудок чувствую себя прекрасно но с перепадами сегодня пятый день во второй день у меня как как бы были прострелы то есть керосин обнаруживают где там что болело то есть он начинает там работу там где вены были на ногах как будто стреляла и проходила в разных местах на следующий день выше в районе матки и потом выше в районе солнечного сплетения и в яремной ямочке вырвала какой-то медузой вот она медузочка вот это вот уже плодовое тело гриба похоже по крайней похоже было по крайней мере вчера болела голова и спать сильно хотелось это как правило когда организм что-то отторгает у него силы уходят на это и потом хочется естественно их восстановить с помощью сна сегодня отлично нигде ничего второе письмо значит она пишет я забыла вам сказать у меня на ногах через поры вышло на третий день как кровяные ниточки но это была не кровь может это паразиты две штуки тоньше волоса один второй толще и по всему телу как будто стали прыщички появляться и отваляются но это не прыщички а скорее как будто папилломы но мизерные и сухие которые при задевании отпадают вот это стало на третий день и по сей день на разных местах по всему телу перед решением пить керосин у меня сильно еще почка болела я не могла сидеть и правая нога отекала сильно и еще я прочитала что пить керосин нельзя когда болят почки но на первый же прием боль прошла в почке сейчас ноет иногда но и щита это через обострение должно пройти а текать нога перестала вот вот такие вот вещи то есть говоря теперь о здоровом образ жизни и вроде бы с чего начать вот начать с бега начать с дыхания начать еще чего-то но благодаря вот этой вот ГМО и вот этой вот знаете практике дешевизны продуктов лишь бы как-то вырастить побыстрее сляпать и продать возникает вот такая вот вещь что люди уже с младенчества заражены разного рода паразитами большими и там маленькими и начинает с тенниса с похода в спортзал и еще там с чего-то там с закаливания и так далее с дыхания просто-напросто знаете это как бы сказать бить мимо надо начинать жизнь так подсказывает и говорит с противопаразитарного лечения потому что в переполненном организме паразитами какое там нафиг будет оздоровление сначала надо паразитов выгнать а потом уже заниматься и медитацией и другими вещами вот такая вот у нас получилась беседа и еще разок повторю это особенно касается и мужчин и женщин но на женщинах это как-то более проявляется кстати я рад что на канале стало процент женщин больше нежели мужчин молодцы вы хранительница очага от вас многое зависит мужчины они особо там не противопаразитарку не будут делать ничего а вот вы как раз глядя наблюдая за своими детьми за внуками можете их уже уберечь от многих заболеваний так вот когда у женщины наблюдается бум говорит анемия она просто так не возникает это говорит о том что кто-то крошку вашу попивает и как правило это паразит далее если еще есть миома то это уже паразит готовит для себя вот будем сказать плодовое тело третье если имеются кисты это говорит о том что уже организм пытался с ними бороться значит убил и в зависимости от того в каком они органе находились там уже от этого возникает полость заполнена какой-то там жидкостью которая называется киста то есть от чего она образуется от того же убитого или сдохшего листа или еще чего-то и наконец-то когда из вас выходят вот такие сгустки как медузы изо рта или из других там отверстий это уже говорит о том что грибок там уже серьезно все это делает и плюс еще вот они как говорят прорастание вот этими какими-то там ниточками всего нашего организма то есть вот это вот через ГМО вот эта зараза которая содержится разного рода там организмы проникает в наш организм и его посасывает и тут естественно какие средства применять в качестве противорезитарки все что я раньше писал там допустим и голод и урина все это естественно действует и там допустим различные травы противопаразитарные и тройчатка и там и все-все-все-все и жгучие травы и естественно вот одно из наиболее таких эффективных и легких применений это вот тадикамп это разного рода настойки там на керосине и сам по себе керосин он сам по себе действует естественно надо знать меру регулярность да можете сдавать анализы посмотреть потому что я привожу пример своей сестры она больше месяца пропила то есть она выпила весь флакончик вот этот вот 100 граммовый и потом пошла врачу который как раз определяет по этим всем вибрациям и он был удивлен говорит я таких людей с чистой кровью не видел но если все это не повторяется а забрасывается через какое-то время то все это возникает вновь поэтому надо быть разумными вовремя следить за своим здоровьем и предпринимать вот такие вот чисточки профилактические и тогда уже будет интересно вести здоровый образ жизни ходить медитировать радоваться там жизни а так если человек болеет ему не до радости жизни не говоря уже о том что там половое воздержание и так далее у него и так половое воздержание от отсутствия энергии а не от того что чрезмерно было ну вот такая вот получилась беседа я рад что она состоялась я до этого прошелся в несколько кругов что-то наговорил на камеру но чувствую что она как бы сказать несколько не связана сумбурно и вот после того как я первый раз все это проговорил у меня уже возник план как это сделать более короче вот так вот сесть и с вами поговорить благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО доброго здоровьица и до новых встреч до новых встреч